В этом видео мы разберем возможные направления, которые должны состояться в 2020 году. Рейсов вроде бы как бы достаточно, хотя есть некоторые нюансы, связанные с этими рейсами. Поэтому в последние дни были усилены карантинные меры в некоторых, то в один миг все может отмениться. Что это означает? То есть закроют опять полет, который в принципе еще и не начиналось. Либо вообще договор не подписывается. В этом смысле и заключается вот такой вот серьезный подводный камень, связанный с бронированием. Почему я так говорю именно за эти условия? Потому что их, как правило, никто нигде не афиширует и туристы об этом не знают. Но они обязательно, туристы, узнают за эти условия, когда тур не состоялся и все, не знаешь, что делать. Всем привет! С вами Владимир Шемет, путешественники Тураген. И в этом видео я хочу рассказать вам и поделиться с вами, с туристами, которые хотят провести свой отдых в 2020 году за границей полезной и важной информацией. Значит, в этом видео мы разберем возможные направления, которые должны состояться в 2020 году. Разберем вопросы с бронированием этих туров и направлением. Расскажу вам за подводные камни, за которые не рассказывают туристам туроператоры и, как правило, турагенты. И что может в результате этого получиться. Разберем вопрос обобщенно ценообразования на отдых в 2020 году. И разберем вопрос, что делать туристам, чтобы не прилипнуть на деньги и не оказаться в нехорошей, нестандартной ситуации, связанной с отдыхом в 2020 году. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео и не забывайте за колокольчик. Погнали! Итак, в последнее время от моих туристов достаточно немало поступают обращения, связанные с отдыхом в 2020 году. О том, что вот они видели рекламу, видели в интернете различные варианты, предложения, видели какие-то рассылки о том, что вот должен состояться отдых лета 2020 года. И действительно, как бы туроператоры с 1 июля обещают нам, туристам, турагентам, значит, что будет несколько направлений. Всего их точно количество я не скажу, но те, которые должны состояться, это три. Из них Албания, Турция и Египет. Это максимально реальные, которые должны состояться. То есть, это еще не факт, что они полетят, но, по крайней мере, самая высокая вероятность, что туры в эти страны состоятся. Имеется в виду на отдых в этих странах. К примеру, даже Албания должна полететь буквально вот на днях 26 июня. Первый чартерный рейс, который должен полететь на отдых с туристами, вот уже должен на днях полететь. Должен. Не факт, что еще полетит, но, по крайней мере, должен. Посмотрим, как это все будет. А вот Турция и Египет должны полететь с 1 июля 2020 года. В принципе, полетки поставили и с регионов немало, и со столицы. То есть, рейсов вроде бы, как бы, достаточно. Хотя, есть некоторые нюансы, связанные с этими рейсами. И какие же нюансы, мы сейчас это разберем. Первое, что изначально была заявлена одна полетная программа, потом она корректировалась. В принципе, как бы, с одной стороны, это не страшно, но для туристов, которые там выбирали конкретный день отдыха и хотели полететь там, к примеру, 1 июля, а теперь они не могут полететь 1 июля и полетят там в другой день. Это операторы предлагали. Второй вот нюанс, это связанный с ситуацией, которая сейчас вся происходит в мире, в том числе и в Украине, в принципе, с ситуацией карантина. За последние дни в Украине статистика заболеваемости повысилась, очень резко повысилась. И, собственно говоря, как бы, я не могу сказать, что я там верю там в это, либо не верю. Но есть цифры, статистики, на которые смотрят другие страны для того, чтобы пустить в Украину. Ну и в том числе и Украина смотрит на эти данные, статистики и тоже принимает определенные решения. Поэтому в последние дни были усилены карантинные меры в некоторых областях и регионах. Что это означает? Это означает то, что, не дай бог, что-то произойдет, какой-то всплеск этой болезни или этой ситуации, то в один миг все может отмениться. Что это означает? То есть закроют опять полетку, которая, в принципе, еще и не начиналась. То есть, как вот в марту месяце сказали, все, не летим, все, никто никуда не полетел. То есть, если вы собираетесь на отдых и собираетесь бронироваться сейчас, вы должны быть готовы к любому такому решению. Нашего правительства, в принципе, это больше всего связано с нашим правительством. Турция, я думаю, Египет, они примут. Примут, потому что это их деньги и они хотят заработать. Но есть еще наше правительство, которое может выпустить наших граждан, либо не выпустить. Условно говоря, то есть, пустят самолеты, значит, туристы смогут полететь. Не пустят, не дадут разрешение авиакомпаниям. Все, значит, туристы никуда не полетят. И очень важно обратить на это внимание перед тем, как бронировать тур. Следующий момент, это с условиями бронирования и оплаты. Много информации, много, вернее, красивой, такой вот привлекательной информации в рекламе о том, что вот бронируйте, вот бронируйте без предоплаты. Аннулировать можно за 7 дней до даты начала тура без штрафов вообще. Либо там с минимальным штрафом 15 евро с человека. Но никто не рассказывает, вот как раз за подводные камни, что даже при бронировании, вот за неделю, за две, за три, вот есть условия аннуляции. Эти условия аннуляции официально прописаны в договоре. А эти условия, которые вы видите, там туристы, турагенты на сайтах, обычно эта информация, кстати, идет у операторов на закрытой части, то есть для турагентств. Их видят эти условия турагентства, а дальше они там, в принципе, часто распространяют эту информацию там в рекламе, либо там в своих рассылках, в вайберах, телеграммах, в соцсетях о том, что вот есть такая акция. Но на самом деле официально акция документом не подкреплена. То есть с туроператорами не было подписано договоров об изменениях условий аннуляции и штрафных санкций. Соответственно, все договора несут такой смысл, что если турист официально аннулирует, то туроператор имеет право, как бы, согласно штрафных санкций, которые прописаны в договоре, вот, взыскать с туриста этот штраф. Вы скажете, зачем же турагенты, туроператоры так делают? Да потому что в Украине так вот люди привыкли. Они не имеют юридической грамотности. Вот, туроператорам это выгодно, турагентам вообще на это все, все равно пока не касается их, что и они прилипли, и турагенты прилипли, и туристы тоже прилипли. Это просто, как бы, такая вот картинка, связанная с менталитетом в Украине, что туристы не читают договор, либо вообще договор не подписывается. В этом смысле и заключается вот такой вот серьезный подводный камень, связанный с бронированием. Дальше вопрос. За 7 дней можно аннулировать. К примеру, ладно, хорошо, надеемся на это и пробуем, и что же мы получаем дальше. К примеру, вроде бы все, 7 дней до даты начала тура проскочили, нужно внести последнюю часть оплаты, и тут за 2 дня закрывают полетную программу. Ну, приняло правительство решение, все, самолеты не летят. Что дальше делают туристы? Наверное, захотят забрать свои деньги. Это логично. Но, я думаю, скорее всего, операторы вряд ли изменят свои условия, и туристам придется пройти все то, что проходили другие туристы в марте, в апреле, в мае, в июне, с переносами датура, с переносами денег в депозит, но почти никто назад возврат не получил. Почему говорю почти? Потому что все-таки некоторые получили. Это лишь, наверное, 1,5% из 100, возможно, там получили свои возвраты. Вот, возврат своих денег за туры. Основная масса не получила. Более того, если, значит, турист составит неправильное заявление на возврат, депозит, аннуляцию или еще что-то в этом роде, значит, то он может вообще потерять свои деньги. То есть, вот, может оператор встать в позу, в принципе, хотя вроде бы никто в позу не вставал, ну, хотя некоторые встали в позу, да, встали. То есть, турист может вообще просто вот потерять свои деньги, вот если полетная программа не состоится. Второй, это, конечно, момент с переносами. Вот вы хотели вылететь вот конкретно там 2-го 0-7-го, а вот полетка не состоялась, и вам предлагают перенести там на 10-е 0-7-е, а возможно и на 30-е 0-7-е, а возможно там и на 10-е августа. Вот с чем вам предстоит столкнуться, если мы сейчас это все бронируем в том виде, как оно есть. Потому что 99%, что, скорее всего, операторы будут не возвращать деньги за туры, которые не состоялись. Вы скажете, это незаконно или еще что-то в этом роде. Но тут вопрос законности, смотрите, он, конечно, размытый, но, в принципе, турист имеет право обратиться и забрать свои деньги. Значит, на крайний случай это можно сделать через суд. Но через суд это тоже вопрос не 5 минут, это вопрос расходов на адвоката, это вопрос поездок в суд, это вопрос нервов, это вопрос бессонных ночей, это вопрос апелляций, это вопрос времени. Скажите, вот, оно вам нужно, пройти все эти неудобные условия, чтобы забронировать там за 2, за 3, за месяц, за 2 месяца свой тур. Почему я так говорю именно за эти условия? Потому что их, как правило, никто нигде не афиширует, и туристы об этом не знают. Но они обязательно, туристы, узнают за эти условия, когда тур не состоялся, и все, не знаешь, что делать. Потому что я снял много видео, снял о том, что происходит с туризмом, о том, что же делать туристам, которых тур не состоялся, чтобы не попасть там на деньги, как их сохранить, хотя бы там на депозите, вот, как их перенести у туроператоров. То есть, я это все снял в видео, туристы задавали вопросы, всем старался, естественно, отвечать, если у туристов возникали вопросы. Как правило, кстати, эти вопросы были не у моих туристов, у моих туристов мы все вопросы быстро обсудили, все решили, все сделали. Почти со всеми, у которых туры припали на карантинные даты, когда самолеты не летали. А вопросы задавали, как правило, туристы, которые оформлялись в других агентствах. То есть, им агенты ничего не рассказали, ничего не объяснили, ничего не сделали для туристов, получается, чтобы решить этот вопрос. Вот, что придется пройти тем туристам, которые сейчас будут бронировать тур за неделю, за две, за три, за месяц. Ну, за неделю еще ладно, как бы, вот, срок. Но если вы там бронировать собрались за месяц, ребят, ну, честно сказать, я бы себе не бронировал за месяц, сейчас. Да, я всегда был приверженцем раннего бронирования, как правило, всегда я бронировал туры себе чаще всего заранее. Но тогда была другая ситуация. В этой ситуации, нестабильной, непонятной, неизвестно, чем она закончится, моя рекомендация, туры нужно бронировать сейчас, незадолго до даты начала тура. Почему? Я уже рассказал. Еще хочу привести пример вам, один с направлением, к примеру, Египет, с вылетом из Харькова. Почему из Харькова? Потому что больше всего у меня туристов, естественно, из Харькова, и, как правило, они вылетают из Харькова. Так вот, у оператора была заявлена частота полетной программы на Египет четыре раза в неделю. Ну, то есть, четыре дня в неделю они ставили рейсы в Египет. Буквально вот на днях я получил уведомление о том, что спешите бронировать, что в Египет туроператор поставил два рейса. То есть, четыре дня назад, ну, то есть, не четыре дня, то есть, несколько дней назад было четыре дня они собирались лететь, сейчас осталось только два дня в неделю. То есть, к примеру, допустим, там было вторник, среда, там пятница, суббота они летели, а сейчас они оставили только среду и субботу. То есть, тот, кто бронировался там на вторник, к примеру, рейс не состоится. То есть, ему предложили либо изменить дату вылета, либо там перенести совсем на другую дату вылета. И вопрос возврата денежных средств, ну, в принципе, я думаю, что еще просто не было, скорее всего, оплат, потому что за семь дней до даты начала тура можно было не оплачивать, вернее, за семь дней до даты начала тура нужно было внести полную оплату. То есть, туристы, может быть, еще не оплачивали, может быть, они откажутся, может быть, действительно, оператор там аннулирует, и все, никаких там вопросов туристам не будет. Вот с этим, ребят, связана ситуация, которая сейчас происходит в туризме. То есть, бронировать тур объективно сейчас, там, грубо говоря, за 3-4 дня до даты начала тура, да, нужно вносить уже 100% полную оплату. Но давайте теперь мы разберем риски. И чтобы разобрать риски, нужно как бы немножко затронуть вопрос ценообразования. Учитывая то, что я там, в принципе, следил за ценами, которые были, грубо говоря, вот неделю назад, были там определенные цены в Египет. К примеру, там 16 тысяч на двоих, там пятерка. От 16 тысяч гривен на двоих пятерка на неделю. То, в принципе, цены сейчас уже поднялись. Вот буквально там 5 дней назад или сколько, ну, в течение недели я смотрел, цены были там от 16, грубо говоря, уже там от 17 с половиной. Грубо говоря, там поднялись на 50 баксов. И пускай они ближе к вылету еще поднимутся. Может еще они поднимутся, а может и упадут. Никто не знает, потому что вообще непредвиденная ситуация. Но есть высокая вероятность, что все-таки подвинутся, поднимутся. Потому что частота полетки невысокая. То есть рейсов мало. Спрос, спрос, я так скажу. Он есть, проанализировать не могу, потому что лично по своим показателям, ну, это не анализ. Соответственно, как бы, вот тур может подняться. Ну, грубо говоря, пускай вот имеем стоимость тура тысячу там долларов либо евро. И ближе к дате тура, если вот тур поднимается, стоимость на тура поднимается, ну, грубо говоря, на бюджете тысячу евро-долларов, пускай вырастет стоимость там на 100-200 евро-долларов. Соответственно, вот смотрите. То есть, если вы сейчас забронируете тур за тысячу долларов, к примеру, вот вы оплатили тысячу долларов, все полетело, все хорошо. Значит, все зашло, все нормально, все окей. Если вы сейчас вот подумали и думаете, что мало ли что там случится, и захотите забронировать тур позже, а тур уже поднялся, ну, грубо говоря, там на 200 долларов больше. То есть, соответственно, стоимость тура там 1200 составляет. То есть, вы на 200 долларов заплатите больше. Но вы заплатите на 200 евро либо долларов больше, но вы будете спать спокойно, зная, что ваши тысяча долларов либо евро у вас в кармане, а не где-то у оператора или еще в каком-то месте. И если что-то произойдет, то ваши тысяча долларов от вас никуда не денется. И вы воспользуйтесь этой тысячью долларов, которую собираетесь потратить на тур в любое время. Разбираем другой момент. К примеру, вы забронировали тур за тысячу долларов за там две недели до вылета. Из-за того, что вы думаете, что стоимость тура поднимется ближе к вылету. Соответственно, как бы, вот за неделю до вылета издает наш президент указ «все, никуда не летим». Все. Вы свои деньги уже не увидите до хорошего времени, когда туры не начнут летать. Только тогда, в принципе, операторы начнут возвращать деньги. Либо же, если закроют там одно направление, к примеру, там закроют Египет, можно полететь на эти деньги в Турцию. Вот. Если это только направление закроют. Но может же такое быть, что полетку закроют, неважно куда. То есть не дадут самолетам разрешение вылета. То есть вы, грубо говоря, заморозили эту тысячу долларов либо евро, которые хотели потратить на отдых, в оператора. Забрать вы ее можете только теми путями, которые я вам рассказал. Раньше в этом видео. Либо воспользоваться этими деньгами на будущий свой отдых. Вот вам и взвешивайте риски. Либо вы бронируете раньше, но у вас риск прилипнуть на тысячу долларов. Либо вы бронируете позже. Тогда стоимость может подняться, там, условно говоря, на 100-200 долларов. И вы можете переплатить там 100 или 200 долларов. Это вот два таких вот сценария. Но есть еще один сценарий, что могут быть горящие туры ближе к вылету. Как правило, они там за пару дней до даты начала тура бывают. Но, учитывая эту нестандартную ситуацию, которая произошла в мире, которая на данный момент происходит, что я увидел? Я увидел корректировки полетных программ. Это мне очень хорошо так вот напоминает. И я думаю, туристам, которые ездили в автобусные туры и иногда сталкивались с теми ситуациями, что вот группа, то есть автобус не набрался, поэтому туристу предлагают альтернативу либо же в этот день поехать в похожий тур на ту же продолжительность, либо в другую дату попробовать поехать в этот тур, который он собирался. Вот вполне возможно, что и операторы будут корректировать свою полетную программу под загрузку рейсов. Особенно это актуально стало сейчас, в это время, когда у операторов появились, условно говоря, свои авиакомпании. В этом вопросе, то есть им стало сейчас очень достаточно так несложно с меньшими потерями маневрировать. Поэтому сильно надеяться на горящие туры, что они будут, я не думаю, что стоит. Что-то может быть и проскочит. Интересна какая-то стоимость. Возможно будут что-то, какие-то там места закрываться, какими-то там очень эконом отелями или еще чем-то подобным. Но вот сильно надеяться не стоит, потому что тоже есть определенные нюансы вот с отелями. Особенно что касается Египта. То есть в Египте будут работать только сертифицированные отели. Наполняемость отеля должна быть 50%. Соответственно, как бы вот есть некоторые условия, которые не способствуют появлению горящих туров. Тем не менее, что-то может проскочить. Но сильно надеяться на горящие туры, еще раз говорю, не нужно, потому что все-таки ситуация нескандартная. И как все будет происходить, просто ничего предусмотреть невозможно. Поэтому, чтобы вот не прилипнуть на деньги, еще раз акцентирую ваше анема, не прилипнуть на свои деньги, не заморозить эти деньги где-то там у авиакомпании, операторов, отелей, вот, нужно правильно подходить к этому вопросу. И бронировать тур где-то там, ну, за 3 дня, за 4 дня до даты начала тура. То есть, не нужно тянуть до последнего дня, потому что за последний, если один день до даты начала тура, это тоже в этом есть некоторые сложности. Вот. Но если самолеты полетели, то есть, вот, самолеты летают, они все, все в порядке. Вот. То за 3-4 дня, за 5 дней до даты начала тура, уже можно, в принципе, я думаю, будет бронировать. Во всяком случае, задуматься об этом вопросе по оформлению тура нужно хотя бы минимум за неделю, дней за 7. Вот. Вот так вот. А вот оформлять, ну, за 4-5 дней, я думаю, будет оптимально. Когда самолеты именно полетят. Именно только когда полетят. Пока что, еще самолеты не полетели. То есть, они должны полететь, вот, 26-го, 0-6-го. Первый должен самолет полететь. И с 1-го июля уже должны, как бы, полететь самолеты по направлениям Турция и Египет. Вот, когда вот полетят 1-го числа, пролетают они там хотя бы недельку, вот, операторы посмотрят на загрузку этих самолетов. И только тогда вы можете бронировать туры. Да, ребят, если для вас несложно, допустим, вот, вы располагаете какой-то суммой денег, вот там, ну, тысяча, две тысячи евро, долларов, для вас это, ну, не последние деньги, и вы сильно не обидитесь, если они заморозятся, вот только тогда можно логично бронировать там заранее. Пока что, вот, ситуация со всеми турами просто непредсказуемая. Все говорят, что там, вот, полетят, вот, все полетят. Вот, полетят, 100% полетят. Но, опять-таки, я очень надеюсь, что самолеты полетят, что границы откроют. Потому что от этого зависит, в принципе, очень многом моя работа. Вот, я буду получать работу, я буду зарабатывать. Я, в принципе, как бы, я сейчас зарабатываюсь, то мне пришлось адаптироваться, перестроиться, переквалифицироваться немножко, вот, для того, чтобы прокормить свою семью. Потому что, поверьте мне, агентство, вот, туризм просто в такой черной яме оказался, ребят, что вы себе не представляете. Турагентством очень нелегко было, потому что, собственно говоря, они остались без работы, без доходов, вот, а нужно и жить за что-то было, и содержать семью. Соответственно, ребят, я хочу сказать, что, почему, допустим, если вы будете бронировать, если вы будете оплачивать, турагентство, туроператоры будут зарабатывать. Но, что хочу сказать я, я такой же самый работник туризма, поэтому, когда вы бронируете, я тогда тоже зарабатываю. Но, главное, когда я зарабатываю, когда мои туристы едут на отдых и получают положительные впечатления, вот, тогда я зарабатываю. Если мои туристы едут на отдых и получают отрицательные впечатления, в этом плане, ребят, я не могу сказать, что я зарабатываю, потому что, это уже не работа, а это уже разбор проблем. А я не люблю заниматься разборами проблем, в плане того, что их можно избежать. Поэтому, рекомендую вам избегать возникновения проблем в вашей жизни и, в принципе, хотя бы в вопросах туризма, в путешествии я могу вам все это подсказать, рассказать, объяснить, как это сделать правильно, как это сделать, чтобы ваш отдых проходил только с положительными впечатлениями. Ну и, соответственно, не только отдых, потому что отправиться на отдых это тоже процесс. Это выбрать отель, это выбрать направление, это выбрать авиакомпанию, это составить маршрут по вашему путешествию, не только касательно отеля, а и посещение мест, достопримечательностей, экскурсий и других всех вопросов, связанных с путешествием. Поэтому, друзья, если вы хотите отдыхать только с положительными впечатлениями, знать все нюансы, все моменты, все важные вопросы, подписывайтесь обязательно на мой канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео, жмите на колокольчик обязательно, чтобы получать уведомления о выходе моих новых видео с важной и полезной информацией для путешествий. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы в комментариях под этим видео. Я постараюсь обязательно вам на них ответить. На все ваши вопросы стараюсь отвечать. Может быть, не очень быстро, но всегда стараюсь ответить. Если у вас есть какая-то интересная информация, есть опыт ваших путешествий, есть интересные моменты, которые вы хотите рассказать, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Я тоже их почитаю. Если у вас складывались нестандартные, неблагополучные, либо благополучные ситуации на ваших турах, в вашем отдыхе, тоже пишите в комментариях. Я обязательно почитаю всю вашу переписку. На этом все, друзья. До новых встреч. Пока-пока.